Всем привет, ребята! Большинство вопросов, которые поступают мне в личные сообщения, выглядят таким образом. Как похудеть или как избавиться от жира в такой-то проблемной зоне? Ох уж эти проблемные зоны! Почему они возникают именно в этом месте? Какая причина появления этих проблемных зон и, конечно же, как с ними бороться? Все это мы обсудим в сегодняшнем ролике. Недолго думав, я определила топ-5 проблемных зон на женском теле. Прежде тем, как мы заговорим о отложении жировых клеток, жировой прослойки по вашему телу, хочется сказать, что эта жировая прослойка все-таки прокладывается по вашему телу не совсем равномерно, потому что все мы с вами разные. Строение фигуры и вообще тип фигуры у всех девушек, парней, у всех абсолютно разный. И, конечно же, у некоторых людей есть зоны на теле, которые больше всего предрасположены к набору этих жировых клеток. Именно поэтому существуют разные типы фигуры. Если вы не видели еще серию роликов о типах фигуры женского тела на моем канале, то советую вам ознакомиться с этими роликами, я оставлю ссылки в описании. Ну, а мы переходим к топ-5 проблемных зон на женском теле. И мне кажется, что пятое место я бы отдала складкам на вашей спине и дряблому трицепсу. Как мне кажется, на этих зонах реже всего появляются жировые отложения. И даже если они там появляются, это не так сильно мешает нам жить и не мозолит нам так сильно глаза, только потому что этих глаз у нас нет на затылке. Ну, а если у нас дряблые руки, это можно скрыть какой-то кофточкой. Почему именно эта зона у вас проблемная, можно объяснить именно строением вашего тела. Именно в этой зоне вы больше предрасположены набирать жирочек. Ну и все-таки, имея опыт в тренерской сфере, работать с девушками, мне хочется сказать, что девушки реже всего обращают внимание на тренировки спины и рук, к сожалению. И именно поэтому эти мышцы спина и руки чаще всего у девушек очень слабые. Естественно, мышечной массы там очень мало. Ну, а когда этой массы мало, естественно, жировая приходит гораздо быстрее. Как же с этим бороться? Да, как и с любой проблемной зоной, тренироваться и придерживаться правильного питания. Но, к сожалению, именно в этой зоне жир уходит медленнее всего, особенно эти складки на спине. К примеру, если у меня даже маленький процент жировой прослойки, эти складки на спине очень долго уходят. Четвертое место в нашем рейтинге я бы отдала икроножным мышцам. Вы подумайте, какая же проблема может быть в икроножных мышцах? Так она может быть. Это перекаченные икры. Почему-то перекаченные икры, то есть перекаченные мышцы в этой зоне, это проблема очень многих девушек. И это одновременно как проблема, так и заблуждение. Потому что, к сожалению, иногда нам бывает очень сложно адекватно оценить свое тело, свои мышцы, пропорции и так далее. Даже дело не в нашем скелете, росте, параметрах, а именно формам наших мышц. Потому что формы мышц могут быть тоже абсолютно разными. Если вы сравните типы фигур, посмотрите, к примеру, даже на ягодицы, у всех девушек они могут быть разными. И как раз по строению тела эти икроножные мышцы могут быть у кого-то довольно-таки массивными. И вот как раз здесь заключается вся проблема этой проблемной зоны. Потому что увеличить мышечную массу мы с вами знаем как. А вот изменить форму мышцы довольно-таки сложно. Это уже начинается какая-то борьба с вашей генетикой. То, как ваш организм построен. На вашем месте я бы не стала зацикливаться на этой зоне, а посмотрела бы на всю картинку в целом. Где еще вам необходимо увеличить мышечную массу, прибавить немножечко объемов, чтобы гармонично смотреться с этими массивными перекачанными икрами. Мы поняли с вами, что мышцы могут быть изначально массивными по вашему строению. Но вот это слово перекачанные, давайте, пожалуйста, с ним разберемся. Потому что перекачанного ничего не может быть, если вы целенаправленно не тягаете гигантские веса и не работаете над этой мышечной массой. Это просто ваши мышцы, ваши ноги, неважно что, на которых у вас жировая прослойка. Вот этот самый ненавистный слой. Не думайте то, что эти мышцы вдруг волшебным образом у вас выросли, когда вы лежали на диване и поднимали ножку. Это просто невозможно. Поехали дальше. Топ-5 наших проблемных зон на теле. И третье место я бы отдала, как думаете, какой зоне? Конечно же, внутренней поверхности бедра. И, как мне кажется, у очень многих девушек эта зона является проблемной. Дряблая кожа, ляшечки, которые трутся между собой. В общем, можно придумать очень много проблем, связанных с этой зоной. Но почему же именно эта зона является проблемной? Дело в том, что эта зона очень редко задействуется в нашей жизнедеятельности при ходьбе, при прыжках, при любых упражнениях. Нужно действительно постараться, чтобы задействовать эту зону на каких-то тренажерах или просто выполняя какие-то цирковые упражнения. С ней, конечно же, нужно бороться в комплексе со всеми упражнениями, которые направлены на проработку ваших ног в целом. И в любом случае, выполняя любые упражнения, приседания, выпады, махи, в любом случае у вас будет задействоваться внутренняя поверхность бедра. Но также существует уйма упражнений, которые прорабатывают именно внутреннюю поверхность бедра, как в тренажерном зале, так и в домашних условиях. Так что я оставлю вам ссылки на эти ролики, на мои упражнения, тренировки в описании под видео. Просмотрите их, пожалуйста, и, конечно же, к выполнению. Мы все ближе подвигаемся к первому месту, к самым проблемным зонам. Ну, а второе место я бы отдала ушкам. Нет, не жиру за ушками, а ушкам на бедрах, в зоне галифе, как еще говорят на ваших ягодицах. Ну и вообще этой зоне, проблемной зоне, где скапливается жир, начиная от бедер, заканчивая ягодицами, именно с боковой части. Потому что, как мне кажется, именно эта зона, вообще бедра, это самая такая противная часть в нашем теле женском особенно, где скапливается жир. Что в основном, причина появления этой проблемной зоны, это, к сожалению, генетика. Конечно же, ваше неправильное питание, вот эта вся мусорная еда, если вы ее едите, и вы предрасположены набирать лишний вес в этой зоне, то все будет идти прямиком в ваши бедра, в эти ушки, в эту зону галифе. Как же бороться с этой проблемой? Естественно, опять же, комплексно, питание и тренировки. Питание я бы поставила на первую очередь, потому что все-таки эти ушки, это как карманы, в которые складывается ваш мусор, который вы едите. Поэтому вытаскивайте, опустошайте эти карманы с плохой едой, как бы образно говоря тогда. Естественно, выполняйте тренировки комплексные, которые работают на все ваше тело. Еще как одно оружие против проблемной зоны галифе я бы добавила массаж. Потому что если у вас застаиваются жировые отложения в этой зонах, то они застаиваются, их нужно разгонять, их нужно выводить с этой зоны. Поэтому попробуйте записаться на подобные курсы массажа, делайте его самостоятельно. Просто главное делайте. И делайте все это, естественно, в комплексе питания, тренировки, массаж. Ну что ж, вот мы и подошли к нашему первому месту, к самой популярной проблемной зоне на женском теле, как мне кажется. Просто я изучила уйму ваших запросов о тренировках, вопросов по поводу проблемных зон. И, как мне кажется, самая популярная проблемная зона на теле женщины – это нижний животик. То есть вот этот животик, который свисает под нашим пупком, островок ужаса, вот это, да, мы все это с вами знаем. Вот эти бока, боже, как это только не называют, какой-то маффин свисающий. И эта проблема очень похожа по своей сути с зоной галифе, потому что причина возникновения этой проблемной зоны – тоже женский организм. Потому что мы, женщины, наше как бы предназначение нашего организма выносить плод, естественно. И мы предрасположены набирать вес именно в этой зоне, чтобы в каких-то экстренных ситуациях мы выносили плод. Именно поэтому, когда мы переедаем, жир откладывается именно сюда в первую очередь. Именно поэтому, когда мы недоедаем, ограничиваем свой организм, делаем ему стресс, жир откладывается именно сюда, про запас, чтобы такого стресса больше не случилось. Цель ясна, ну как с ней бороться? Это, кстати говоря, моя проблемная зона, самая популярная. Потому что если я переедаю, если я набираю вес, именно в первую очередь я вижу этот лишний вес на своей талии, как говорится. Поэтому, если тоже у вас цель есть получить талию, заполучить эти изгибы, то, естественно, все исходит от вашего рациона. Налаживайте свой рацион, пробуйте питаться маленькими порциями, пробуйте разгонять свой метаболизм. Потому что если мы едим много, но редко, мы откладываем все. Вы можете даже ничего не делать на ваш пресс, никаких упражнений. Я, собственно, примером это вам доказывала. Вы можете работать базовыми упражнениями. Все это будет работать, ваши кубики будут появляться, но вы избавитесь от этих островков ненависти, этих жирных островков только тогда, когда уменьшите вашу жировую прослойку. Поэтому питание, питание, еще раз питание. Единственное, что бы я добавила к упражнениям, это планка, статические упражнения, боковые прямые планки, разные варианты усложнения этих упражнений. И вакуум, очень классное упражнение из йоги, тоже, которое я очень люблю. Этих упражнений вполне будет достаточно. Питание, питание, еще раз питание. Так что вот они самые популярные проблемные зоны на женском теле. Как мне кажется, я затронула самые популярные, самые важные, выделила из них самые действительно проблемные из проблемных. Пишите в комментариях, какая у вас проблемная зона, боретесь ли вы с ней. Если я помогла вам моими советами, направила вас в нужное русло, то обязательно ставьте лайк этому ролику. Ну и обязательно пишите ваши пожелания о следующих видео, которые вы хотите увидеть на моем канале. Ну и, конечно же, не забывайте включать колокольчик возле кнопочки подписаться на моем канале, так вы будете получать оповещения о новом ролике. Ну а я вам желаю удачи в борьбе с вашими проблемными зонами. Надеюсь, у вас все получится. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok